Таким большим составом учёные-этнологи-антропологи встречаются раз в два года. Главная тема нынешнего Конгресса, 12-го по счёту, — научные традиции и современные вызовы. Гостям из Тарту это очень близко. На протяжении 10 лет Мадис Арукаск изучает малочисленный финно-угорский народ вепсов. Всегда надо документировать. Это важное дело, чтобы иметь материал и на будущее, и изучать те народности, те места, те феномены, которые исчезают или на хране уже. Сохранение самобытности, миграционные процессы, межрелигиозные и межнациональные отношения — это только часть вопросов, которые будут обсуждать на протяжении четырёх дней. Местом проведения столь масштабного научного форума Удмуртия стало не случайно. Мы собираемся в разных городах страны, которые отличаются наличием сильных научных школ. Именно в области национальной политики, межнациональных отношений, изучения религий народов мира и, прежде всего, региональной политики. Как раз такая сильная научная школа в Удмуртии есть. Её основатель Владимир Владыкин — учёный с мировым именем, автор более 200 научных трудов. У него десятки учеников, среди которых и учёные, и министры, и политики. Мне нравится, я спокоен сейчас, что у нас называется тихий, спокойный Удмуртский край. Но для того, чтобы он оставался таковым, нужно постоянно проводить профилактические работы. Как говорится, должна быть в медицине, говорят, пропедевтика. Какая профилактика нужна сейчас, об этом тоже будут говорить на Конгрессе. Межнациональный вопрос — это часть государственной политики. Поэтому не случайно участникам своё приветственное слово направил президент страны. В конце июля глава государства проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. Оксана Худякова, Александр Широбоков, телеканал Майорбуртия. Спасибо вам, друзья.